Они шагают, слегка согнувшись под тяжестью скафандров. Космический экипаж «Союз ТМА-22». В руках чемоданчик с устройством для вентиляции, на ногах резиновые антистатические сапоги. Всё как перед реальным полётом. Только идут космонавты не к ракете на старт, а к своему кораблю в стапелях. Мы практически полностью готовы встретить космос, невесомость и все другие факторы космического полёта. На космодроме Байконур, как говорят специалисты, контрольная примерка корабля. Своеобразный экзамен и для экипажа, и для «Союза». Такую примерку проводят вот уже 50 лет все летящие в космос экипажи. Повелось ещё с давних времён, по-моему, с первого полёта, когда Гагарин готовился к полёту, и Королёв очень большое внимание этому уделял, чтобы тогда ещё и назвали отсидкой тоже. То есть просто познакомиться с кораблём, уже не с тренажёром, а с тем кораблём, на котором полетишь. Антон Шкаплеров раньше выписывал фигуры в небе. Старший лётчик пилотажной группы «Небесные гусары». Теперь командир корабля «Космического». По правую руку его давний друг Анатолий Иванишин, по левую – опытный астронавт НАСА. Дэниел Бёрбанг уже летал на орбиту, правда, на шаттле. На российском корабле экипаж летит впервые. «Посмотрели свой корабль, примерились к нему, увидели, что у нас никаких замечаний к нему нет, поэтому готов к старту вместе с нами». Корабли им теснее, чем другим экипажам. Стартуют к станции космонавты накануне зимы, поэтому и загрузка аппарата соответствующая. Кроме всех спасательных средств, экифаж укомплектован набором тёплой одежды. «Это дополнительное утепление на случай нештатного приземления в суровой местности. Да, действительно, такие куртки не всегда кладутся, в летнее время их нет». На борту МКС тёплая одежда им вряд ли понадобится. В орбитальном доме всегда одна погода. Однако наблюдать Россию из космоса космонавтам придётся всё больше снежную. Поэтому у экипажа особое пожелание – солнцезащитные очки, чтобы отражённый от снега свет не слепил глаза. «Антоха, да курорт, что ли, собрался?» Впереди немало работы. Кроме обслуживания станции, российские космонавты проведут более 50 экспериментов, встретят грузовые корабли «Прогресс» и даже запустят микроспутник. «Есть и новый, уникальный, например, эксперимент «Микроспутник». Мы будем устанавливать новый спутник «Чибис» и запускать его на отработавшем уже на орбите грузовом корабле». Это будет 30-я долговременная экспедиция на МКС. Антон Шкаплеров и Анатолий Иванишин станут 107-м и 108-м космонавтами России. Звёздный экипаж на финишной прямой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова